Дорогие друзья, здравствуйте! Это программа «Охота на Герчика». Сегодня у нас, на самом деле, мы попытаемся сделать такую очень интересную, надеюсь, уникальную передачу. У нас еще таких гостей интересных не было. Этот гость имеет, в принципе, отношение к рынку непосредственно, но немножко к другому рынку. А мы сегодня не будем говорить о рынке ценных бумаг. Мы сегодня поговорим о инвестициях как раз в искусство, в арт, картины, фотографии и все остальное. И в этом нам будет помогать очень известный гость Гриценко Андрей Витальевич, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами». Андрей Витальевич, добрый день. Взаимно. На самом деле, это будет интересно, потому что практически все гости, которые к нам приходят, ну, они такие очень однотипные. Мы говорим о трейдинге, о стопах, стоп-лоссе и все остальное. Я сегодня как раз хочу с вами попробовать поговорить, ну, насколько я смогу адекватно участвовать в разговоре. Ну, попробую, во всяком случае. Как раз именно поговорить о инвестициях в искусство. Насколько эта тема сейчас популярна? Насколько фонды и фонды инвестиций именно в искусство, они в нашем мире пользуются популярностью и велики? Ну, на самом деле, хотелось бы, наверное, сразу тогда расставить точки над «и», потому что инвестиции в искусство и фонды инвестиций в искусство – это две большие разницы, как говорят, в Одессе. Ну, в силу, может быть, того, что на рынке современного искусства в первую очередь оперируют достаточно опытные люди, которые имеют серьезный опыт уже, собственно, на фондовом рынке. И, скажем так, ну, пример того же Стивена Коэна, который был... САС. Да, САС «Кэпитал». Соответственно, буквально на днях вышла очередная новость, опять же, от него. Скажем так, он установил очередной рекорд на картину «Пикассо». То есть, в принципе, ему удалось купить картину «Сон» за 150 миллионов долларов. Это очередной рекорд. Вы прямо так сказали с горечью. Ему удалось... Там бились за нее сильно, да? Ну, бились, да, но хотелось бы посмотреть вообще на всю эту подноготную, да, всего этого процесса. По большому счету, инвестирование в искусство – это одна из альтернативных форм инвестиций, да. Точно, если мы знаем инвестиции в денежный рынок, фондовый рынок, есть альтернативные инвестиции. Соответственно, это у нас и private equity, и, соответственно, инвестиции в вино, инвестиции в венчуры, и, соответственно, инвестиции в искусство. Ну, там, естественно, есть много разных делений. В принципе, сегодня мы говорим об инвестициях в современное искусство и в классику. Ну, опять же, возникает вопрос. Что такого нового было за последние годы? Произошло, что цены на современное искусство взлетели до небес. Давайте вот на секунду вернемся как раз именно к Стивену Коуину. Я его лично знаю очень неплохо довольно-таки. Меня в свое время хотели в 2006 году взять фонд туда на работу. И я просто знаю, был в офисе у него. Он с 90-х годов, с начала 90-х годов, начал коллекционировать арт. То есть тогда, тогда это... Вопрос один, перерастает ли любовь к искусству в альтернативу инвестиции, или это идет очень параллельно? То есть конкретно люди, которые инвестируют в искусство, конкретно только занимаются тем, что они в него инвестируют. Или начинается это с какой-то любви человек пошел, например, купил какую-то картину за 3 тысячи долларов, за 5. Потом получилось продать или еще что-то. Потому что Стивен, на самом деле, с 90-х годов увлекался. У него даже в офисе всегда, в его офисе, висели дорогие картины. Ну, собственно, инвестиции в искусство, они появились практически одновременно вместе с искусством. То есть несколько тысяч лет назад, когда появились какие-то первые, скажем так, изображения. Ну, отбросим, скажем так, на скальную живопись, вернемся к Римской империи, к Древнему Риму. Там, соответственно, уже были... Собственно, аукцион происходит как раз от древнего латинского слова «рост». А то есть прямо в названии уже заложено, что ты купил, ты продашь дороже. Да, конечно. Потом, опять же, мы помним бум в Средневековье, когда предметы, связанные с религиозной деятельностью, соответственно, на них тоже был достаточно большой безумный спрос. В принципе, различные предметы, связанные с телом Христа и так далее, в Европе пользовались большой популярностью. По этому поводу, кстати, практически, если вы помните, была комедия, по-моему... Помните, волосы святого Йоргина продавались, слезы святого Йоргина. Была какая-то советская комедия, старая комедия 60-х годов. Там как раз это достаточно красиво было спародировано. Как в Одессе продают воздух в одесских баночках. Соответственно, всегда возникал вопрос, адекватна ли цена, стоимость, то, которое платят за тот предмет искусства, который существует. В принципе, практически всегда, то, что мы говорим о классическом искусстве, практически всегда было какое-то понимание. Всегда есть такой принцип одного известного искусствоведа, который сформулировал, что если, допустим, художник А лучше, чем художник Б, то, соответственно, и картина художника А должна стоить, чем картина художника Б. Как равно и обратно. Если картина стоит, то, соответственно... А как определяется само это страшное слово «лучше-хуже»? Лучше-хуже. По большому счету, это достаточно субъективный анализ. То есть, в принципе, то, что существовало до, скажем так, до начала XX века, это был достаточно такой серьезный осмотр со стороны художников-конкурентов, критик. То есть, они в первую очередь смотрели или хорошая работа? Да. Нет. Там, естественно, смотрели всегда на качество. Классическое искусство определяется в первую очередь именно качеством. Вот мы как раз развязочку. Да. Соответственно, вспомним Максима Горького, когда он первый раз приехал в Америку, да, он сказал, что здесь предметы искусства продаются как хлеб. Но вот соответствует ли стоимость тому произведенному продукту, об этом неизвестно. Соответственно, ну, существовали какие-то рамки, каноны, когда, скажем так, было общепризнанное мнение. Когда критики, художники, музеи и так далее оценивали искусство того или иного художника, его работу, как действительно всемирно признанную вещь. По большому счету известно, скажем так, знаменитое искусствоведческое правило, что такое вообще, как определить ценность художественного произведения, да. То есть, откуда вообще оно идет и каким образом, что впереди. Образовывается. Да. Ну, соответственно, курица или яйцо определялось достаточно просто, да. То есть, произведение искусства не возникает из потребы, да, из желания нажиться, из алчности. Оно возникает из необходимости высказать свой какой-то взгляд, свое видение на весь окружающий мир. Оно, в принципе, должно быть понятно не только глазу, но уму и сердцу. Ну, и, соответственно, скажем так, в начале XX века эти понятия немного потеряли смысл. И, соответственно, алчность, золотой телец, они стали во главе этого дела. И, ну, соответственно, мы уже видели достаточно много произведений искусства, которые, собственно, и начали тот же предмет вожделения алчных дельцов, да, тот же доллар, да. Они просто стали рисовать так, до такой степени изображать на своих произведениях, что, в принципе, это вызывало уже вопросы казначейства США. Потому, что это было очень хорошо и очень качественно нарисовано. И похоже. А потом Энди Ворхол, как вы помните, он тоже со своей шелкографией, когда он начал изобретать там доллары, потом Мерлин, потом Мао, потом... Ну, он вообще как бы уникальный художник. Я был в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Ну, на большого любителя, как говорят. Ну, это да. Но, тем не менее, именно... Один из немногих при жизни, молодой довольно-таки, он умер, ему 50 с чем-то лет было. И один из немногих, кто действительно уже продавал свои картины за приличные деньги. Да, но он, в принципе, отбросил, скажем так, всякие предыдущие представления о целях и желаниях художника. И, соответственно, четко сформулировал, что... Алясар Вадович, что хочу, ты рисуй. Good business is the best art. Все. Понятно. Он сказал четко и понятно. И, соответственно, в настоящий момент мы имеем то, что мы имеем. Он первым предложил... До этого существовал предмет, да. Его ценность, в принципе, определялась еще уникальностью. То есть, предмет создавался художником, мастером, гравером и так далее. Он существует в единственном экземпляре. Оценивать тяжело, да. После Энди Ворхола... Эта эра прошла. Да. То есть, Энди Ворхол сказал, что... А почему я не могу продать пятый, десятый отпечаток и так далее? Мы как раз во второй части, у нас еще есть полтора минуты в первом, мы во второй части как раз вернемся. Я даже нашим зрителям покажу. У нас стоит камера, чтобы они посмотрели, вот, например, то, что вы мне привели. Картиночку, когда фотография, репринт 1955 года, девочка с лабстером, оценивается приблизительно от 10 до 15 тысяч британских паундов. А все-таки за сколько ее продали? Ну, это вот совсем недавно был аукцион, 19 марта, да. Ну, приблизительно в этих рамках и продали. Тут вот, кстати, есть это Энди Ворхол, вот его... Да, мы сейчас подойдем к этому. Такой вопрос, у нас минута есть, вот приблизительно, приблизительно мы сможем подогнать нашу сегодняшнюю передачу. Нам интересно, будет по трейдинг. Почему? Потому что есть, например, начальный порог, есть приблизительное время удержания. То есть, здесь только средний срок. То есть, я так понимаю, что если картина, например, всплыла в начале года, то, скорее всего, что в конце года вряд ли кто-то ее будет продавать. И надеяться вот на дешевизну, то, что, например, это дешево, я уверен, что невозможно. Ну, на самом деле, это немного не тот рынок, да. И тут, в принципе, как обычно, на этот рынок влияет достаточно много факторов. Экономика, в первую очередь? Экономика, может быть, и во вторую. Первую что? В первую очередь, может быть, мода. А, модно коллекционировать любой в карту? В том числе, да. Потому что, допустим, я могу привести несколько примеров, когда тот же предмет работы Фаберже, он удваился в цене буквально меньше, чем за полгода. Дорогие друзья, у нас в гостях очень интересный гость Гриценк Андрей Витальевич, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами». Сегодня наша очень интересная передача. Это инвестиции в арт, в новый арт, старый арт, что лучше и как на этом заработать деньги. А сейчас перерыв на новости. Дорогие друзья, у нас в гостях очень интересный гость Гриценко Андрей Витальевич, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами». И мы сейчас с Андреем Витальевичем как раз поговорим о том, если вдруг вы разбогатеете и вы действительно полюбите искусство, заходите на нем заработать, куда обращаться для того, чтобы это свершилось. Андрей Витальевич, еще раз добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, вот, я извиняюсь, я закрою лицо Андрея Витальевича. У нас есть картинка, которую принес Андрея Витальевича одна. Вот есть вторая. Вторая это как раз и есть Анди Ворхол. Так вот, лот под номером 141, который называется «Девочка с лабстерами», это цифровая фотография, обработанная в 2009 году, подписанная карандашом, 32 номер из 45 на мягкой бумаге, приблизительно продается от 10 до 15 тысяч британских паундов. Вот вы как раз об этом начали рассказывать, что бывают такие ситуации, что перепродается быстро. Бывают, но чаще нет. Чаще это все-таки длинный... Для того, чтобы сравнить приблизительно с рынком ценных бумаг, потому что вы, в принципе, я так понял, что вы выходец. Да я не выходец, я там достаточно активно спекулирую. Нет, я имею в виду, вы выходец, то есть первая, скорее всего, пошла трейдинг, то есть образно биржи ценных бумаг, и потом вы влились как-то в эту струю. Ну, в том числе, да. Приблизительно среднее удержание. Ну, такого понятия, как среднее удержание, такого нет, на самом деле. О, два, три, пять. Ну, на самом деле, пять-десять лет – это самый приемлемый срок. Вот как раз мы об этом говорим. Ну, опять же, сравнивая с фондовым рынком, мы должны пройти те два каких-нибудь кризиса, которые были за это. Давайте как раз поговорим, что было в 2008 году. То есть, насколько я знаю, я почему этим увлекался, у меня отец когда-то был владельцем галереи в 92-м году. И иногда бывали такие моменты, когда, в принципе, в кризис просто люди не продавали. Все-таки, вот как 2008 год, насколько он дал пролив именно по этому виду деятельности? Ну, на самом деле, хотелось бы тогда навернуться в 1990 год, когда был первый большой кризис как раз на рынке современного искусства. После 1989 года. Да, вот в 1990 году как раз было серьезное, как раз первое серьезное падение. Да, был тогда действительно серьезный кризис. Если смотреть 2008 год, то, скажем так, разные сегменты этого рынка, они чувствовали себя по-разному. Да, потому что, опять же, картины старых мастеров, предметы работы Фаберже, они практически не изменились в цене. Они практически не упали. Динамика была, ну, в течение, может быть, полугода-года нулевой. Но не минусовая. Не минусовая. Естественно, по всяким разным 48-м репринтам и так далее, естественно, произошел серьезный провал. Ну, то есть, у людей... Откуда, во-первых, у людей появляются деньги на инвестиции? Они зарабатывают. То есть, на растущем рынке акций они заработали денег, и они идут на, собственно, рынок искусства, и там начинают покупать. Если на рынке акций все упало, то, соответственно, у них не так много денег, которые позволяли бы им зарабатывать. Но я не беру в расчет те старые деньги, те состояния, которые существуют по несколько сотен лет, и там, соответственно... От папы к сыну, от дедушки к папе. Ну, первый папа был когда-то там одноглазым пиратом. Он завоевал, там, заработал первые миллионы долларов, и после этого внуки пошли кто куда. Соответственно, если... Существует, на самом деле, индекс, да, Art Moses, да, и, соответственно, если мы посмотрим динамику этого рынка с 2000 по 2011, то он обыграл S&P 500 в легкую. Ну, возможно, в первую очередь за счет того, что все-таки те предметы, которые там оцениваются, они достаточно штучные. То есть, это действительно предметы классического искусства. Предметы современного искусства, они попадают туда в малые доли, и пусть они существуют отдельно, пусть им создадут отдельный индекс а-ля NASDAQ или еще что-нибудь такое. Но, по большому счету, качественные предметы, они особо... Штучный товар, по-простому. Да, то есть, если бывают какие-то провалы, то, возможно, что это просто кто-то из обедневших детей решил что-то срочно продать. Но это бывает очень редко, и, скажем так, было падение в том же 90-м году, да, порядка 4,5%. Всего? Всего. При том, что по современному искусству падение было там до 17% доходило. Именно современное? Да, именно современное. Но это, скажем так... Ну, классика же стоит, получается, других денег? На самом деле нет, потому что, в принципе, вы можете приобрести какой-то предмет Фаберже, работая в Фаберже в пределах до 10 тысяч долларов. Есть такие предметы. Ложечка там или еще что-то? Нет, это скорее что-то... Яичко маленькое? Ну, маленькое яичко, маленький какое-то украшение, маленький какой-то предмет обихода, по большому счету, сделан-то он мастерами, да, мастерами-самородками. Тот же Писсуар Дюшама, да, первое произведение, в принципе, современного искусства, он сделан обычно на обычной технической фабрике, когда уже, скажем так, внедрили... Технологии. Да нет, не технологии. Внедрили понятие того, что, скажем так, произведением искусства может быть не только произведение высокого труда мастеров, но и, скажем так, обычные предметы обихода. По большому счету, банки с супом Кэмпбелл это то же самое. Это тот же обиход, нарисованный просто на бумаге. Тем же Ворхолом. Да. А если посмотреть, там есть полный маразм, да, когда некоторые предметы... Есть такой художник, который нарисовал на белом листе картона белые полосы. То есть, когда их выставили на аукционе, они ушли за 1,6 миллиона долларов. Причина? Причина. Вот о причинах хотелось бы, конечно, поговорить. Но, во-первых, скажем так, нашей фондовой технологии, да, в силу того, что ребята а-ля Стивен Коэн, да, потом некто, господин Лёп и Тетпоинт, да, они, соответственно, заработав денег в хедж-фондах, они принесли эти технологии сюда. Соответственно, ну, что, вы собираете ограниченный фрифлот весь в свои руки, да. И можете контролировать цену. Потом вы проводите какие-то вещи. Для того, чтобы какую-то вещь признали произведением искусства, она должна быть на глазах, на зубах, она должна быть везде. Да слухово. Она должна висеть в музеях. Чтобы попасть в музей, она должна проехать несколько выставок. В принципе, вы находите какого-то художника, того же Джеффа Кунса, не дай бог, или еще какого-нибудь такого, собираете много предметов, да. Того же Джеффа Кунса, тот же Лёп, скупил там 50 работ в течение 2001-2002 годов. И, соответственно, после этого вы начинаете задирать цены. Фрифлот-то весь у вас в руках. Похожая ситуация. Вы ездите по миру, да, а по большому счету вам необходимо организовать всего 2-3 выставки. А если вы еще известный человек, и к вам пришли домой, посмотрите. Была же... Это Чарльз Саачи. Это мы вернемся немножко назад. Но была просто вот этот фильм, я уверен, вы смотрели, называется «Неприкасаемый 1 плюс 1». Где он как раз продавал работу своего, говорит, покупай сейчас, там, 10 тысяч евро, 11 тысяч евро, потому что потом будет дороже. Да. Похожая ситуация. Абсолютно. Можно вернуться к тому же Чарльз Саачи, да. Вот, в принципе, это знаменитый рекламщик. Он писал много всего. И, кстати, вот, почившая недавно Маргарет Эйчера, да, он был руководителем рекламной компании. В Англии определенная ситуация существует с тем, что, скажем так, руководство всех национальных музеев, оно приходит вместе с новой победившей коалицией в правительстве. То есть, победила Маргарет Эйчер, соответственно, сменили все директора национальных музеев. Так как, значит, они все были из ее команды, и так как Саачи был тоже в ее команде, то, соответственно, он стал инсайдером, по большому счету. То есть, мы говорим на нашем языке, тут абсолютно ничего нового нет. Он стал обыкновенным инсайдером, да. Он знал, какие музеи, какие выставки готовят. Он организовал свои выставки. Он организовал выставку США. По большому счету, здесь существует, ну, в принципе, два крупнейших мировых центра. Да, Англия и США. Есть, конечно, еще и другие европейские центры. Есть Гонконг, есть Сингапур. Но тогда, это был, по-моему, 87-й год, он тогда как раз задействовал это. Он нашел 50 американских художников, из которых выходцами в США, собственно, родились в США, было, по-моему, четверо всего. Сделал коллекцию, притащил ее в Англию, показал и, соответственно, раскрутил. Он ее свозил там в Штатах, показал, он ее показал здесь. Сам купил за копейки картины. Правильно. И, соответственно, после этого, причем художники, они своими работами несколько были направлены против той политики, которая в США. То есть, там отношения с полицией, там отношения с другими власть придержащими и так далее. Соответственно, развернулась битва, потому что эту коллекцию захотели приобрести, опять же, основные ведущие галереи. Мома в США и, соответственно, галерея Тейт в Англии. Вопрос денег. Да, и, соответственно, Тейт была в тот момент не очень богатая, она обратилась за правительством, правительство выделило ей деньги, и Саачи, который, будучи инсайдером, который все это организовал, в принципе, реализовал свою коллекцию, естественно, на порядок дороже. Много таких примеров существует, но все-таки хотелось бы вернуться к тому, что, собственно, инвестиции в искусство, они, по большому счету, достаточно прибыльная вещь. Но здесь, скажем так, без помощи консультантов, без помощи специалистов в этом деле вы не сможете ничего сделать. Вот, допустим, вы в лице вашей компании, вы как раз именно являетесь этими профессионалами? То есть, вы занимаетесь этим? Нет, в лице нашей компании, к сожалению, мы пока этот сегмент только начинаем развивать. То есть, ну, в крайнем случае, если кто-то нас действительно послушает, нашу передачу, на самом деле, и богатые, и не очень богатые, и очень богатые. То есть, вопрос к тому, что вам может обратиться за помощью? Да, это всегда возможно. Просто вопрос в том, что, самое главное, наверное, все-таки мнение ни одного эксперта. Потому что, если вы придете к искусствоведу, и он вам посоветует, он скажет, покупай вот это. Вы пойдете, это купите, и потом... Репин или еще что-то. Вы не сможете это реализовать в течение достаточно длительного периода. Потому что здесь существуют и дилеры, и аукционисты, и эксперты, и искусствоведы, и так далее. То есть, и ликвид, не ликвид, первый эшелон, второй, третий. Абсолютно. Фундаментал, графики. Ну, скользящей средней здесь, к сожалению, нет. Но средней есть. Средней бывает, да. Поэтому, в принципе, можно говорить о том, что необходимо мнение профессионалов при инвестициях в это дело. Но это, скажем так, не для одной короткой передачи. Это можно... То есть, вы в первую очередь выберете сначала направление. Человек выделяет, например, обызно говорит сумму. Вы говорите направление, в каком двигаться. Ну, опять же... Один лот, много лотов разных. То есть, приходит к вам клиент, неважно, какой asset management, да, это на рынке искусства или еще... А играет ли роль, например, предыдущая продажа? Например, там, одна картина за год, за три года выросла в цене, там, 50%, а другая картина по какой-то причине выросла, там, в 10 раз. Почему были вот ситуации буквально за последние 10 лет автомобильный бум. Там одна машина ничего не стоит, например, потом выходит фильм о Жаклин Кеннеди, и Линкольн третий вместо 10 тысяч долларов начинает стоить 100 тысяч долларов. Или была ситуация такая с формой Мустангом. В Феррари 54-го года ушла за 4,7. Да, то есть, или, например... Ну, тут вот еще достаточно непонятная вещь, да, такая как мода, потому что, по большому счету, мы знаем пример тот же безумной покупки скульптуры. Как раз о третьей части поговорим, а о ком покупать бум? А Альберта Джакаметти и его скульптуры. Дорогие друзья, Гриценко Андрей Витальевич, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами». У нас перерыв на новости. Если вы захотите задать вопрос, я оставлю координаты человека, где его можно найти. А у нас перерыв на новости. Дорогие друзья, Гриценко Андрей Витальевич, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами». В интернете можете найти все координаты. И у нас как раз разговор пойдет о инвестициях в искусстве. Андрей Витальевич, еще раз здрасте. Еще раз здрасте. Я просто скажу короткую ремарку по поводу автомобиля. Вот Ford Mustang после фильма «Gun in 60 Seconds» с Николасом Кеичем, то машина в цене поднялась с 20 тысяч до 150 тысяч долларов. Например, как определить, одна картина поднялась за 5 лет на 40%, а другая картина поднялась на 200? Ну, по большому счету, это уникальность. Это, опять же, история. И, в первую очередь, наверное, мода. За последние годы мы видели несколько бумов, когда, допустим, появляются новые русские, появляются новые китайские. И, соответственно, в первую очередь, они из деньги, которые заработали на своем внутреннем рынке... Китайцы скупают китайские вазы. Абсолютно. Но, к сожалению, сейчас ситуация немного ухудшилась, потому что китайцы, они скупили все свое китайское. И, соответственно, сейчас вот если вы приедете на какой-нибудь европейский аукцион, куда-нибудь там, я не знаю, в Германию или еще куда-нибудь зайдете, то там сидит 200 человек, из них 190 китайцев. И они сейчас уже активно размещают денег-то много, они пытаются разместить их уже куда-то и не в китайское. А цены на китайское... То есть, как только появляются доморощенные какие-то новориши, они, соответственно, начинают скупать собственные... Индусы. Индусы скупают свое искусство, а россияне скупили свое искусство. Опять же, мы видели тот рост цен, который был на все российские картины и так далее. По счастью, есть какие-то вещи, которые уже, скажем так, имеют некую установившуюся равновесную какую-то структуру. Известно, допустим, что предметы Фаберже, достаточно много их в той же Америке. Ну, в силу того, что когда-то их продавали из России, для того, чтобы она не умерла с голоду во время коммунистических потрясений. Равно как и потом они тоже переезжали много куда. Известна коллекция, опять же, английской королевы предметов Фаберже. Известна коллекция тайского короля. Точнее, они известны только, что она и есть. Очень большая и очень красивая, но ее никто никогда в глаза особо-то не видел. Он тайно скупал это все. То есть, по большому счету, есть некое взаимопроникновение. И, скажем так, пространственный арбитраж в данном случае невозможен. Хотя вот по каким-то предметам, какие-то французские часы каминные в Америке вы можете купить в три раза дешевле, чем в той же Франции. Равно как и Германия, Франция, Англия. Основные центры торговли всякими различными предметами антикварного искусства имеются определенный арбитраж. Вы в конце прошлой 15 минутки начали рассказывать о... О Джекомете. Ну, это на настоящий момент самый дорогой скульптор. Ну, может быть, вы видели его шагающий человек и так далее. В принципе, вы спрашивали о том, как можно предсказать, насколько вырастет то или иное произведение искусства. Предсказать иногда бывает невозможно. Потому, что та цена, которая была заплачена, порядка 100 миллионов долларов. За... За одну скульптуру. Шагающий человек. Вы показываете, значит, она такая. Ну, да. Она вот такая. Не очень большая. По большому счету... За полметра искусства 100 миллионов долларов. Да. Ну, это, кстати, не предел. Потому, что известно о том, что есть определенные сделки, которые не становятся достоянием широкой публики. Потому, что были продажи Леонардо. И те продажи, которые были, они нигде не афишируются. Ну, владельцы не хотят, чтобы знали. Абсолютно. Ни продавец, ни покупатель. Никто ничего не хочет никому говорить об этом. По большому счету, вот такие предметы. У них существует свой рынок, но он недостаточно публичный. Не ликвид. Нет, он абсолютно ликвидный, но... Нет, я имею в виду, как для нас, там, вне биржевые сделки. Да. РПС, конечно. Да. Вот. Но там суммы-то немного другие. Там, в принципе, пять таких бирж, как московская, можно в одну сделку запихнуть легко. Вопрос в другом. Соответственно, во время торгов, которые проходили до этого, цена на произведение доходила, ну, 13, по-моему, 17 миллионов долларов. И притом известно, что Джекамити, он, в принципе, по большому счету не был чистым скульптором. Он отливал формы из гипса, а заливал их туда уже его брат. И, соответственно, те произведения, которые изготовлены при жизни, они стоят бешеных денег. Те, которые заливал брат уже после его смерти, они стоят там на порядок дешевле. В этот момент в зале присутствовала одна из богатейших женщин планеты. Это Сафра. Муж с женой Сафры. Они владели большой коллекцией Фаберже. Несколько раз они их продавали на аукционных торгах, на Сотбисе, на Крисис. И после того, как часть предметов они распродали, в принципе, образовалась достаточно большая денежная подушка, которая она в какой-то момент взяла и выкрикнула в сто. И, соответственно... А, например, для таких людей, как Сафра, какой смысл им продавать коллекцию? А им возраст 90-95 лет. Она же купила за 100 миллионов. А в таком возрасте уже сложно уповать на логику. В этом смысле уже... Вы логического конца в этом не видите? Абсолютно. То есть, есть понятные какие-то вещи. Такие предметы стоят столько, столько, столько. Потом приходит какой-то безумец, поднимает карточку, и эта цена уходит в разы. Я с этим много раз сталкивался. Вы же, я уверен, были и участвовали на аукционах. Я тоже был несколько раз. Но если цена в 100 миллионов долларов достигнута, значит, кто-то добил до нее. Я уверен, что была первая цена в 30. Нет, нет. Там как раз в этот момент было не так, что пошагово шли. Там 10, 20, 30. А просто она взяла и крикнула. Она просто там 15, 20, она крикнула 100, и все. И аукционисты, и все остальные попадали в обморок, и на этом все закончили. Нет, на самом деле-то вот как раз, когда Стивен Коэн покупал сон, там тогда были торги. Ну, в основном там бились-то, конечно, конкуренты а-ля менеджеры хедж-фондов других. Но в этом смысле, да, там были торги пошаговые и так далее. То есть, по большому счету, для того, чтобы была достигнута безумная цена, нужно либо, чаще всего, нужно, чтобы просто два человека захотели этот предмет купить. Все. После этого какая будет цена. Известна же история, известен же рассказ. Был рассказ какой-то. Это тест. Это был сделан тест, когда профессор университета пытался студентам продать 20 долларов на аукционе. Он сказал, кто выиграет, тот получает 20 долларов. И 95% сделок как раз заканчивались в разы больше, потому что человек просто не хотел проигрывать. Когда он перешагивал 20, он понимал, что он уже проиграл, и есть шанс отыграться. На самом деле, вот была такая комедия французская, компаньон, она написана по какой-то книжке. Они мало что известны на книжке, но смысл-то был в том, что был молодой такой студенческого возраста парень, прожигатель жизни. Он тоже как-то пришел на какой-то аукцион. Там тоже была а-ля какая-то Мона Лиза современная. И там какой-то миллиардер сидел и бился за нее. У парня не было за душой вообще ни гроша. Но он-то понимал, что этот миллиардер купит это за любые деньги, поэтому он его загнал там куда-то замажай. То есть, поднимая карточку, он поднял цену на безумную высоту. Но миллиардер, естественно, ее купил. А потом, значит, это кинокомедия. Но смысл понять. Потом студент устал ничего есть, он украл эту картину и пошел к какому-то стажевщику, предложил. Тот предложил ему несколько франков, тот пошел, купил хлеба, чтобы поесть. В принципе, для разных людей один и тот же предмет искусства может стоить по-разному. Для одного кусок хлеба. Да, для другого это вожделение всей его жизни, возможно. Я уверен, что так как мы говорим на эту тему, вы в этой сфере специалист. То есть, большинство людей, которые действительно инвестируют в искусство, это люди, которым нравится. И это хобби, перерастающее медленно, например, в день. Кто часы собирает, кто антиквариат, кто еще что-то. Или это именно реально целенаправленная инвестиция, чтобы увезти, например, деньги с фондового рынка и не класть все яйца в одну и ту же корзину. Ну, если мы говорим о конкретных людях, то очень сложно провести эту линию, где заканчивается коллекционер, любитель искусства, любитель приглашения. Давайте возьмем на примере ваших знакомых, друзей, клиентов, еще кого-то. Без имен. Ну, без имен, да. По большому счету, честно, я могу отнести к людям, чистым инвесторам, тех людей, которые выводят деньги из каких-то... Проектов. Не обязательно проектов, может быть, из каких-то фондов. То есть, он вывел там из Mutual Fund какие-то деньги и, соответственно, отправил эти деньги в фонд Art Fund. Соответственно, вот это чистый инвестор. А, скажем так, когда человек первый раз пришел на какой-то аукцион и там поднял карточку и победил, и выиграл, купил какой-то предмет Фаберже или какую-то картину, то вполне возможно, что это у него идет не как от инвестирования, а уже от... От души. От души, да. Но две трети всех таких покупок, да, они чаще всего становятся убыточными. То есть, если человек пришел и там от себя что-то купил, это... Понятно. Все, что для души, плохо. Нет. Все, что для души, но оно должно быть просчитано. Потому что, опять же, мы говорим о том, что предметов классики осталось не так много. Кому, как не вам, знаете, какое количество людей сидят и говорят, ну, я просто видел, когда «Газпром» скупали по 150-160. Это же «Газпром». Ну, он не может дешевле стоить, там, стоимость компании такая-то, но это очень дешево и все остальное. Я людям объясняю, говорю, вы понимаете, что это рынок и здесь платят за то, что люди хотят. Но, тем не менее, огромное количество людей очень сильно как раз на этом пострадали из-за того, что они не ожидали, что «Газпром» не может дешевле стоить. Ну, конечно. Это же Энди Ворхелл. Это круче, но по большому счету может. Как выяснилось на практике, все может быть. Поэтому, по большому счету, если вы не уверены, идите в фонды. Идите в фонды, арт-фонды. Их, на самом деле, за последние 15 лет наплодилось. Их штук 50 существует. Но по сравнению с 10 тысяч хедж-фондов, это вообще смешная цифра. Нет, это смешно, но даже в России есть несколько фондов, но у них своя специфика немного. Они, скажем так, для достаточно крупных инвесторов с какими-то закрытыми декларациями. Но это их фонды. Соответственно, такая возможность существует. Но, как вы знаете, если вы идете в фонды, то вы всегда получаете среднюю температуру по больнице. Не важно. Это акции, облигации или это арт-рынок. Миллион путей, где можно нажиться. Ну, вот, Андрей Витальевич, вот я просто нашим гостям показываю. Это картиночка, видите, это картина. Энди Ворхол. Точно. Тот же Энди Ворхол. Это принт. Да, 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 это копия фотографии. Шанель номер 5, подписанная карандашом 3 из 190. То есть, картиночек наплодилось довольно-таки много. И приблизительная цена 20 до 30 тысяч евро. Извиняюсь, британских паундов. Вот, вот, вот. Вон там товарищ Мау лежит еще. Ну, до Мау мы сейчас дойдем, да. Ну, сейчас я думаю, что цены поднимутся на Мау. Вот что в ней такого, чтобы заплатить 30 тысяч паундов? Ну, опять же... И опять же, Витя, это та ситуация, где это не штучный товар. Это не штучный товар. Это Энди Ворхол. Это его гений в смысле продаж. Он довел это до такой степени. Понятное дело, если бы вам принесли картину и сказали, вот это был Шагал, но это мы его сейчас нарисовали только что, да? Мы нарисовали лучше. По Шагалу, да. Да, это поздний Шагал, да. По большому счету, ведь у этих принтов, у них же существует градация. У них там 5 или 6 градаций. То есть, принт, напечатанный при жизни, это 1, 1 градация. 5 лет, значит, от оригинала, это 2, 10 лет, это 3 градация. После смерти, это еще 1 градация. С разрешение управляющего его наследством 1 градация, без разрешения, еще 1 градация. То есть, по большому счету, все эти цены, это, ну, устоявшаяся такая ситуация. Тогда вопрос. Как можно проверить? Например, через 5 лет это напечатано, напечатано это с разрешения, напечатано без разрешения. Как вот проверить это? Человек мертв? Человек мертв. Когда, как региструются бумаги? Ну, проверить классическое произведение можно всегда. Существует определенное. Нет, мы говорим именно о принтах. О принтах, ну, я вам так скажу. До настоящего момента не существует каталога всех сделанных Энди Орхолом, скажем так, произведений. То есть, по сути дела, этих произведений искусств, которых здесь написано, например, ЛОД-162, да, это Элизабет Тейлор. Там какой номер у него? Вот самое интересное, что как раз написано, from edition of approximately 300. Приблизительно от 300. Дорогие друзья, сейчас об этой картинке мы отдельно поговорим, это очень интересно будет. У нас в гостях Гриценко Андрей Витальевич, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами», и мы говорим об инвестициях в искусство. А после короткой новостной паузы мы продолжим наш интересный разговор. Андрей Витальевич Гриценко, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами», и мы разговариваем об искусстве. Андрей Витальевич, еще раз здрасте. Добрый день. Вот как раз, видите, я еще не подошел к этой картинке, но мы как раз начали говорить о том, что это как раз та ситуация, где непонятно какой это номер, из приблизительно 300. И цена от 15 до 20 тысяч британских паундов. Как к этому относиться? Ну, как к этому относиться? Ежегодно появляются новые люди. Они зарабатывают какие-то деньги. Соответственно, предметов классического искусства больше не становится. Если мы сейчас сделаем нового Ренуара, нового Леонардо или хотя бы Шагала, это будет обыкновенная подделка. А с Ворхолом проще. Скажем так, в силу той градации, о которой я рассказывал, опять же, несуществующего каталога, то есть фонд, который управляет всем наследством Ворхола, он до сих пор не выпустил ничего. Поэтому у них существует определенная возможность. Из приблизительно 300, это может быть приблизительно 350 экземпляр. То есть, по большому счету, проверить это маловероятно. В лучшем случае, поэтому, скажем так, современное искусство, это искусство скорее может быть спекулянтов. То есть, это в силу того, что многие менеджеры хедж-фондов его делали, соответственно, видимо, поэтому и получается такая история. С принтами в первую очередь. Вот я хочу... Нет, это не будет не хорошее сравнение. Скорее всего, вот это сравнение. Вот у нас есть три картины. Я покажу просто нашим радиотелеслушателям. И как раз хочу задать вопрос к вам, как профессионалу. Вот у нас есть три картинки. Просто принты, фотографии и бутылочек Перье. Элизабет Тейлор и картина Мерлин Монро. Вот смотрите. Приблизительная ситуация такая. Где-то картинок практически одинаково. То есть, по цифрам, по версиям. Значит, Элизабет Тейлор было сделано приблизительно 300. Здесь 250. Здесь приблизительно так же. Почему эта картина оценивается в 50-70 тысяч? Время практически... А, это, я извиняюсь, это ранний работа. 1967 год. А это 64-й. А это 83-й. Бутылочки Перье оценены 18-25 тысяч. Элизабет Тейлор 15-20 тысяч. И Мерлин Монро в 70 тысяч. Александр, но вы пытаетесь найти логику там, где ее нет. Нет, я не ищу логику. Мне просто самому интересно. Почему? Потому что, когда еще встретишь с таким интересным гостем, как вы. То есть, я где-то буду, например, может, я когда-то очень сильно разбогатею, поеду в Англию и буду разговаривать с людьми, которые в этом хорошо разбираются. И тогда я смогу сказать. А вот вы знаете, а... Людьми, которые хорошо в этом разбираются, вы разбираетесь в этом не хуже. Я вам так скажу. Потому что вы собираете фрифлот и делаете цены те, которые... Тогда просто ваше мнение. Почему бутылочки стоят дороже, чем Элизабет Тейлор? Хотя картинка одна и та же. А Мерлин Монро стоит в три раза дороже бутылочек? Ну, количество принтов, может быть, больше, меньше. Ей, приблизительно, то же самое. Здесь 250, здесь 300. Ну, я вам уже говорил о той градации, которая есть. Опять же, если номер из этих 250, он ближе к первому, да, то, естественно, он стоит дороже. Понял. Если он дальше... Более ранние работы, более позднее. Опять же, могли допечатать уже после смерти. То есть, тут все что угодно может быть. Но, по большому счету, что мы говорим о тех вещах, которые мы и сами можем сделать на фондовом рынке? Давайте поговорим о тех вещах, которые невозможно сделать. Я поэтому и хочу, чтобы... Вот кризис. У нас осталось 8 минут. 2009. 8 минут. Кризис. 8 минут осталось. Вы очень подготовлены. Я поэтому хочу, чтобы все 8 минут как раз гости послушали вас. Чтобы вы рассказали как раз о том, о чем хотели рассказать. Ну, о чем я хотел рассказать, это рассказать невозможно. Видимо, придется еще пару-трой. С удовольствием давайте сделаем не одну передачу. Я думаю, к следующей передаче уже будет вопрос. Кризис 2008 год. Кризис 2008 год. Заканчивается, начиная с 2009, да, полное безвремени. Никто не понимает, что происходит. И в этот момент продается коллекция Ивсен Лорана. Огромная, обалденная коллекция, которую он собирал всю жизнь. Ну, чего ждать, да? Ждать 1990 года, когда современное искусство уже давали в лучшем случае десятую или двадцатую часть той цены, которая была заплачена раньше. Да нет. Продается драконовское кресло, и цены уходят ввысь. То есть, есть предметы классические, которые на самом деле... Их стоимость действительно определяется их художественной ценностью. Там она каким-то образом связана и, может быть, помножена еще на уникальность. На присутствии, скажем так, некоторого количества маркетмейкеров, то есть, желающих его приобрести, коллекционеров, которые имеют множество коллекционеров во всем мире. Они же есть и корпоративные. Известна коллекция Deutsche Bank. Она одна из крупнейших в мире коллекций живописи. Причем более качественной живописи. То есть, старых мастеров. Чем Энди Орхол. В том числе, да. Не, Энди Орхол там тоже есть. Но без этого никуда, потому что он должен быть везде. И, скажем так, если мы говорим о предметах, которые действительно стоит рассматривать в качестве инвестиций, то, может быть, имеет смысл обратиться к тем вещам, которые вечны. То есть, которые уникальны, которые существуют, которые никуда не денутся. И в этом случае, конечно, еще, возможно, даже целую передачу надо посвятить фальшивым предметам. Потому что там, где есть какая-то дорогая вещь, естественно, существует еще больше фальшивок. И в этом смысле, помимо того, когда вы обращаетесь к каким-то консультантам за тем, куда инвестировать, вам нужны еще другие консультанты, которые вам скажут, подделка это или нет. Подлинность или неподлинность. Тогда один быстрый вопрос по поводу Третьякова. Кто был он? Он был лиценарем. Явным коллекционером, любителем своей страны или тем и другим? Ну, если говорить о наших меценатах, то, в принципе, конечно, в первую очередь у них было развито чувство патриотизма. В том большом смысле, что они не должны только ходить как депутаты и рассказывать о том, как они любят страну. Но и конкретными делами. Они помогали и школам, сиротами, и монастырям, и так далее. И в том числе и были меценатами достаточно большого количества голодающих художников. Ну, и не только голодающих, было много и процветающих художников. Но, тем не менее, они считали, что... Тем самым они... Свою любовь к искусству... И к стране. Да. Ведь еще Платон, по-моему, сказал, что если есть что-то в смысле жизни, в чем смысл жизни, то это, видимо, в созерцании прекрасного. Вот, видимо, достигнув каких-то финансовых высот и так далее, они пришли к пониманию именно этой мысли. И, соответственно... Вы вернулись в первую 12-минутку, где как раз я задавал этот вопрос, что, скорее всего, после того, как становится какое-то финансовое благополучие, наверное, что-то хочется собирать душевное. В этом смысле, да. Но могут собирать, быть коллекционерами, любителями прекрасного, не только богатые люди. Но, к сожалению, у них нет возможности приобрести это себе, но они могут ходить в музеи. И в этом смысле, понятное дело, да, допустим, если мы посмотрим историю, то, скажем так, первый музей, Лувр, он появился позже, чем первый аукционный дом. Потому что Кристи появился там в 1760 каком-то там году. То есть, сначала начали продавать на аукционах, а потом сейчас... А Лувр появился там в 1793 году, как в годовщину усекновения головы Людовика XVI. То есть, музеи, они тоже... Но, с другой стороны, музеи, они были критерием. Они были критерием качества работы того или иного художника и работы музейного качества. То есть, если музей скупал, значит, это показатель. Да. Ну, у музеев было меньше финансирования, чем у каких-то богатых. Поэтому за счет этого, возможно, этим, в том числе, двигали меценатами, которые покупали и дарили свои коллекции музеям, у которых не хватало средств. Вы начали по поводу... Я вас перебил, очень извиняюсь. По поводу кризиса 2008 года. Ну, по поводу кризиса 2008 года я как раз говорил про то, что как раз тогда падение цен на, собственно, классическое искусство на примере продажи коллекции Yves Saint Laurent вообще не произошло. Наоборот, произошел... То есть, коллекцию выставили на рынок? Да, и, скажем так, были опасения. 2009 год. Все испугались, все сжались, у всех нет денег. Все убрали свои щупальца, сидят тихонько. Нет. По большому счету, вечное искусство, оно не исчезает. То есть, даже 2008 год, образно, все равно дал положительную динамику, пускай маленькую, но дал. Ну, по коллекции Yves Saint Laurent он дал не очень маленькую. Он дал хорошую положительную динамику. Но, в основном-то, мы смотрим на какие-то индексы, бенчмарки и так далее. Средний, да, какая-то температура по больнице, соответственно, мы смотрим на индексы МВБ, а там магнит ВО, а все остальное, извините, вот где. Поэтому то же самое было и так, да. То есть, по результатам 2009 года там действительно был небольшой плюс, но вместе с тем по коллекции Yves Saint Laurent все было замечательно. Поэтому я думаю, скажем так, тот существующий, сложившийся рынок искусства, в первую очередь классического искусства, это нормальная инвестиция. Если он за последние 20 лет сгенерил ежегодно 5% по доллару, то это ничем не плохо. Это при том, что вы отдаете это уважаемым людям, которые управляют от вашего имени. А если вы еще сами этим будете заниматься, понятное дело, что первые 3-5 лет вам нужно будет читать больше, чем участвовать в аукционах. Вот я как раз об этом хотел сказать. Давайте возьмем простого человека, у которого появились деньги. Нормально достаточно такие деньги, пускай не покупать Павла Пикассо, не покупать может там Ренуар и все остальное. Ну, нормальные деньги для того, чтобы какие-то произведения искусства домой покупать. Его шаги. Его шаги, это я сказал, получить максимальную компетенцию. Каким образом? Он с нуля. Да, то есть, по большому счету, он заходит в интернет, он покупает книги и начинает читать. А он обращается к профессионалам. Он приходит к профессионалам, причем не к одному. Приди к пяти. Пусть каждый тебе скажет то, что он хочет. Средний по палате. Не средний по палате. Ты узнаешь много нового. Ты узнаешь много нового о тех консультантах, у которых ты был накануне. Ты узнаешь о том, что сейчас модно, а что не модно. Да, потому что есть какие-то вещи, по которым, опять же, рост цен происходит в силу того, что происходит мода именно на этот сегмент. Да, сейчас там, допустим, интересен рисунную гуашью. Послезавтра интересен, не знаю, там, Репин, а потом русский Аймали. То есть, здесь много. Есть, скажем так, какие-то колебания. И, по большому счету, кто-то умер. На рынок выходит большая распродажа. Она может продаваться сразу, ух, и тогда на всех может это подействовать достаточно негативно. А может достаточно разумно продаваться. Какие-то коллекции, они разделяются на много частей и продаются несколько лет. И это нормальная ситуация. Это доходно и для наследников, это доходно и для аукционного дома. И, в принципе, это привлекательно для... То есть, бывает такое, что логики очень мало? Бывает. То есть, вопрос влияния моды, каких-то вот таких ценовых изменений, абсолютно непредсказуемых, он серьезная вещь. Но, с другой стороны, получив мнение опытных экспертов, консультантов, вы знаете, что сейчас на пике. Они ждут, что то или иное направление может упасть. Соответственно, вы достигли хайо, все. Там уже особо дополнительной какой-то прибыли вы уже не видите. И, возможно, что... Понятное дело, тем более для небольшого инвестора. Дорогие друзья, я должен перебить. У нас был Гриценко Андрей Витальевич. И нам придется делать еще одну передачу. На самом деле, очень интересно. Я думаю, что в следующий раз я вас даже попрошу, чтобы вы подготовили какие-то лоды. А мы можем сделать просто по-другому. Это будет очень интересно. Вы подготовите, например, несколько работ, которые, вы думаете, будут популярны. Ну, приблизительно как прогноз. Мы посмотрим следующий аукцион и как раз вас пригласим после следующего аукциона для того, чтобы определить то, что вы сделали. Как делал это Саачи? Он покупал вначале на себя, а потом приносил... Не вопрос. Какой замечательный художник. Огромное вам спасибо. На самом деле, у нас был Гриценко Андрей Витальевич. Я уверен, что по вопросам можно его найти. Он генеральный директор компании ЗАО «Капитал управления активами». Я думаю, что если у вас будут вопросы по инвестициям в искусство, вы можете к нему обратиться. Все. Огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо.